Христос воскресил. Воистину, воистину, воистину. Игнатий Тихонович, вот я вам вчера сбрасывал ролик, там такая, где-то неделю назад произошел случай, достаточно он распространенный, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы, как начальник детского лагеря, уже там 50 лет почти, да, вы бы, ну, посоветовали, как поступать в подобных случаях, и правильно ли поступил там дед. Сотрудники полиции начали проверку после попавшего в сеть видео с конфликтом пожилого мужчины и группы детей. Произошел он на территории сквера Ленинские горки. На видео, которое снимал кто-то из присутствовавших на площадке подростков, видна стычка мальчика и девочки. Однако в конфликт вмешивается приехавший на автомобиле дедушка мальчика. Мужчина выкрикивает нецензурные слова, а одну из девочек даже поднимает заворотник. В комментариях к видео пользователи оставили более 600 сообщений. Большинство, естественно, с негативом в адрес пенсионера. Урод старый, на детей только руки распускать. На мужчину надо написать заявление за незаконное избиение и рукоприкладство на несовершеннолетнего ребенка. Родители, примите, пожалуйста, меры и покажите это в полицию. Взять бы ему по голове потупой надавать. Если бы моего ребенка кто-нибудь тронул, разорвала бы на мелкие кусочки. А вот теперь, товарищи комментаторы, поставьте себя на место дедушки, который стоял и наблюдал картину. Как старший толпой издевались и провоцировали его внука. Готовы порвать деда, который не вырежав вступился и потрепал за воротник? Вспомните свое детство, когда ни один взрослый человек не прошел бы мимо такого. Поймал бы за ухо и под жопу нашлепал рукой. Очень жаль, что поколение уходит. Может быть и в обществе было бы гораздо больше моральных ценностей с детства. Нашему каналу удалось выйти на связь с мужчиной из видео. Одним из его условий было показать его версию событий полностью. Что мы и делаем. Монолог длится около 10 минут. Но, как уверяет гражданин, минута видео, попавшей в интернет, имела куда более длительную предысторию, о которой нужно рассказать. Я Латышев Василий Васильевич. Тот самый дед, который являлся центральным звеном в этой разборке, которая указана на видео в соцсетях. И хочу участникам обсуждения всей этой ситуации дать еще раз более конкретное пояснение, откуда это все произошло. Я работал всю свою жизнь руководителем. Выдерживать себя научился. Вывести меня из себя трудновато, но бывает, что можно. В данном случае меня вывели из себя. И в итоге, сфальсифицировав вот это видео, значит, ребятки решили таким образом, которые здесь обосновались. Это уже съемочка идет, я так понимаю. Конечно. Ребятки решили таким образом, как я понимаю, сфальсифицировать вот это видео, вставить в сеть только то, что необходимо им, для того, чтобы больше здесь такие дедушки, как я, на этой площадке не появлялись. Потому что они здесь свили себе осиное гнездо. И как некоторые мамаши заявили в соцсетях, они охраняют свои границы. У нас одна граница. Это граница Российской Федерации. Вот которую границу нам нужно охранять. А не здесь какие-то границы нужно охранять. Эта площадка сделана для доступа детей всего города. И здесь каждый ребенок может спокойно играть. А не какие-то, значит, сорванцы лет, скажем так, от 13 до 15, в группе человек 10 оккупировали эту площадку. И сюда никто не имеет права войти. Тот, кто, в общем-то, не разделяет их мнений, их привычек и прочее. Вошел сюда новенький человек, как сразу же его здесь атаковали. Значит, еще раз повторяюсь. Видео это я сейчас, говорю вам сразу, сфальсифицированное. Еще обратите внимание на этом видео. В самом начале даже говорится. Если вы там слушаетесь, вы слушаетесь, там хорошо слышно. Едет слово тихо. А потом, ну девочек-то он не тронет. Вот. А в конце маты все в сторону мою. Обрезаны совсем. Сейчас я, когда закончу эту речь, я вам покажу ролик. Какие маты в мою сторону сыпались, когда я отсюда уходил. Это здесь, когда они снимали. А еще до этого сюда приезжал в течение 20 минут два раза. И когда я уходил, сыпались все же маты мне вслед. А я, проглотив их, садился в машину и уезжал. Вот от таких вот сопляков. Понимаете? Теперь, значит, слушайте всю предысторию. Данный мальчик болен бронхиальной астмой. Ему прописаны, значит, медпрепараты для питья. И докторам прописано прогулок. Три-четыре часа в день лучше. Ну, хотя бы на два, на три рассчитать. Он же в школе еще учится. 24-го числа, 24-го апреля бабушка привела его вот на эту площадочку. Вот сюда. Значит, эти шпанцы здесь в это время отсутствовали. А у них сбор здесь где-то порядка около 19 часов. Бабушка видит, что здесь детки все хорошо. Подобно ее мальчику возрастом играют. Собирается и уходит. Считаю, что здесь все прекрасно. Дети могут спокойно отдыхать. И никто их не тронет, никто их не заденет. Тут и взрослые люди, кстати, сидели с очень маленькими детишечками отдыхали. Значит, в этот день все обошлось нормально. На следующий день мальчик приходит, грязная одежда. В чем дело? Меня мальчишки постарше, как он выразился, толкали. Ну, как тебе толкали? Ну, так. С велика сбросили, пинали велик, а потом меня толкали. То есть, как на зоне. По кругу пустили. В челюсть одному. Куда прилетит тот второй челюсть. А здесь только не в челюсть. Здесь толкали. То есть, зона будущей здесь растет. Понимаете, что получается? Ладно, хорошо. Я пытаюсь мальчику настроить телефон ручной на руках. Настроил. У него быстро садится батарейка. Он успел только сделать звонок. Все, батарейка села. Бабушка ничего не поняла. Мы не поехали его уручать. Он снова пришел в таком же состоянии. Весь угнетенный, подавленный и грязный. Проходит еще день. Я эти часы еще раз просмотрел. Их двое. Заменил батарейку. Значит, на следующий день та же самая картина. Мальчик дозвон сделал, но не дозвонился. И опять приходит в таком же состоянии. На следующий день бабушка идет сюда. Он, значит, счастливый, что увидел идет бабушка, бабушка, бабушка. Эти шпаны сразу все разбежались. Все разбежались. Вот. И прошел еще день. Я достроил ему. Вот у меня деревяшечка. Сейчас вам покажу. В экран валялась. Вот она, деревяшечка валялась. Вот. Я ему настроил вот эту деревяшечку. Она хоть деревяшечка, но надежная. Вот. И вот с этой деревяшечкой уже 29 числа, где-то около 19 часов, он дозвонился мне. Я приехал сюда. Они были вон там еще. Я говорю, ребятки, вы что это тут так себя ведете? Что это, ваше место только что ли? Зачем вы малого трогаете? Мы его не трогаем. А он. Они неправду говорят. Они велик у меня отобрали. Он все врет. Я говорю, ребятки, давайте-ка как-нибудь, чтобы уже вы не вмешивались. Делите эту площадку. Иду к машине. Иду к машине, слышу вслед. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. И маты. Я проглотил математый, сел, уехал. Еду домой. Мне до дома 3 минуты ехать. Не доехал до дома 3 минуты. Снова звонок. Они уже снова здесь развели деспотизм. И снова его уже все, пинают, пихают. Он же пожаловался. Ты что, дедушка же приехал в защиту. Он же теперь враг номер один. Я разворачиваю снова сюда. Они разбежались. Остались только двое, которые его не трогали. А которые били его, разбежались. И они вот как раз уже сидели на этих качелях. Мальчик мой сидел вот на этой. Здесь вот еще один сидел. Здесь еще один сидел. Я еще раз с ними веду разговор. Ну, что вы думаете? Опять мы его не трогали. Он все врет. Ухожу вслед. Хи-хи-хи. Я не слышал на этот раз матов. Не слышал. Признаюсь. Но я потом внука спросил. Что, не может, опять меня материли? Да. Ну, все. Я отсюда, значит, отъезжаю. Вон, на выезд подъезжаю на декабристов. Немножечко в бачок встал с дорожки, чтобы сразу на декабристов не выезжать. Двигатель глушу. Стою, смотрю. Смотрю, девочки две подходят. Здесь пацаны приходят. С этими девочками. Ну, думаю, все в порядке. Парни-женихи. Девчонки пришли. Сейчас будут заниматься своим делом. А эти пацанья маленькая, тут путь своим делом заниматься. Значит, я завожу машину. Ну, так вот, шли в машину спускаются. Сюда, глядь, гляжу. А эти две девочки, вот здесь вот прямо уже, молотят этого малого моего сверху. Они, во-первых, на роликах, да и так выше. Вот такой вот. Он ручонками вот так вот машет. От них защищаются, они его молотят. Я взад и сюда. Я говорю, я не видел даже, как девочка вот эта в коньках пинала его. Потому что я ехал, заследил за дорогой. Это я потом уже увидел, что его, оказывается, еще и девочка на роликах здесь пинала в грудь. Вот. Я приехал, дальше, дальше все вы уже на видео видели. То есть вот этот момент, я приехал сюда разбираться не с девочкой, которая коньками его пинала. Я этого не видел. Я приехал сюда разобраться с ними с обоими. За что они его били, спроситься. А они, оказывается, вот с этой качели парень встал. Я ехал, когда эта качеля свободная была. На нее садилась девушка. Можно было свободно этим девушкам двум вот тут покачаться по очереди. Не трогать этого мальца. Ну, одним словом, насколько я понял, мальчики договорились с девочками, чтобы они его побили. А они в это время снимут видео. Поэтому я ему говорю, обратите внимание в начале видео. Там только вот столько пройдет лет, там речь идет. Вот, едет. Ну, это еле слышно потом. Ну, девочек он не тронет. То есть договор уже с девочками был, что он может даже и тронуть. Ну, я, правда, когда второй раз уходил, вот, когда второй раз уходил, вот туда-то езжал. Я говорю, учтите, ребята, если я вернусь в третий раз, то я буду с вами разговаривать тем же языком, который вы только понимаете. Вы, я вижу, человеческого языка не понимаете. Поэтому я вышел из машины, конечно, весь возбужденный. Подошел, эта девочка сразу убегает на роликах отсюда. Но я зацеп только взялся, я не сбрасывал. Значит, и я на нее, естественно, выплеснул излишние эмоции. Конечно, я понимаю, вот, как бы можно было бы чуть-чуть и помягче. Но вы сами понимаете, когда вас уже дважды послали, хрен знает куда, и вернуть в третий раз, ну, тут мало кто нормально выдержит. А вот эта девочка, которая на этой качельке качалась, я спрашиваю, а ты что, тоже участвовала? Она нет. Я говорю, Давидский, она же тебя била. Ну, вот я начал к ней подходить, а она мне, я говорю, что ты тут заливаешь? Она, ну, знаете, когда начальника, можно послать, да пошел ты, а потом уже полным голосом, че орешь? Там это ясно уже слышал, че орешь? Она мне, седому деду, таким образом разговаривает. Вот тут я решил немножко и поучить, чтобы она более с высокого, так сказать, места увидела, с каким она человеком разговаривает. Перед ней стоит седой человек, 69 лет. А она на него, да пошел ты, и че ты орешь? Вот, вот и всего лишь у девочки ни воротник не оторвался, ни пуговичка, ни треснуло, ничего. То есть я абсолютно не наносил никаких телесных повреждений. Ну и в итоге, значит, я сажусь, уезжаю отсюда, а потом думаю, ведь сейчас же опять будут его третировать. Звоню ему, Давида, ну-ка быстро собирайся на велике, быстренько прямо садись на велике и уезжай. Давида садится на велике, уезжает, не доезжает до дому. Они его возле дома догоняют, пацанью это сбивают с велика на землю и начинают пинать. Он ручки, говорит, я грудь закрыл, но один удар в живот, ему прилетел от пинка. Он вот так вот на велике, на сиденье, на велике, вот так вот пришел домой, вот так вот на велике. Че Давида? Да вот мальчики догнали, побили. Ночью Давида все не спал, давали обезболивающее. Утром уже полседьмого милиция явилась. На тебе уже, готово. Полиция, извиняюсь, точнее. Значит, когда здесь каждый день вот этот беспредел творится, вы послушайте, что в соцсетях пишут. Здесь ужас, что дети творят. У них ни единого слова без нации, без брани нет. То ПДНа здесь нет. А когда вышло видео, ПДН уже полседьмого утра у меня. Я их, конечно, потом не впустил, честно говоря. Нечего им было делать, я сам без них разберусь. Вот, съезжу в ПДН и разберусь. Там еще неизвестно, кто приехал. Может, полиция, а может, родители приехали выяснять отношения. Ну и, соответственно, значит, мы поехали, написали заявление, заехали в больницу, сняли побои. Ну, как бы, вот, это основа того, что вам нужно было знать бы, рассказала вам. Также мужчина прислал нам и оригинал того самого видео, которое отличается от распространенного в сети незаглушенным звуком в конце, на котором отчетливо слышна нецензурная брань не только от Василия Латышева, но и от подростков. Я стоял, что я прекрасно видел, как они на него напали. Он снес лес, она села, хуй, он ее трогает, хуй, че ты, ебаня. Все не надо, я сказал, не лезь, потому что она вся. К нему не полез. К нему лес, он сам махается туда. Сел, как он на излышке? Хуй, хуй. Отметим, что на агрессивное поведение некоторых местных подростков жалобы действительно имеются. Но это, конечно, никак не оправдывает применение физической силы к детям. Но вы в этой ситуации считаете, что где-то вы палку-то перегнули? Да, 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 считаю, считаю, что вот эту девочку, конечно, заворотник не надо было дергать. Я еще даже, когда руки поднял, уже понял, что не следует этого делать. Но я уже остановиться не смог, понимаете, было очень обидно. Ну, деда старого матерят, как будто это, я их, я их ровесник здесь, это раз. А во-вторых, вот поверьте мне, придите сюда, посидите 20 минут, а потом плюсуйте своего деда, своего отца и вас. У вас не наберется столько матов, вы их не слышали. Что вы услышите от них? Вы сейчас услышите, что мне вслед было сказано. При подготовке этого материала мы пытались найти контакты других участников конфликта и, конечно, их родителей, но, увы, на наши просьбы никто так и не ответил. Тем не менее, мы всегда готовы показать вторую сторону по этой, вышедшей уже далеко за рамки детской площадки, ситуации. Как бы вот и ситуацию все описал, и когда ситуацию он все описал, которая произошла, вот это первое мнение, которое о нем сложилось, в комментариях смотришь, у всех поменялось. И все говорят, все, дед, так правильно, так и молодец, так и поступил правильно. Ну и тут, кто посмотрел, конечно, этого ролика, каждый на себя перекладывает, и я в том числе. Как бы, как правильно поступить в данном случае? Еще сказать, для начала зарядите Псалом 1, прочитайте вслух. Я прослушал, просмотрел все от корки до корки, ни секунды не пропустил. Ага. Так. Сейчас прочитаем. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господнем воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Так, по порядку. Значит, здесь опыт мой, какой я имею, он никак туда не подходит. Я к нему на этот совет не ходил, на их пути не стоял. Притом, там его внук. Я спрашиваю сразу, зачем он туда полез-то? Если я его внук, ты сделай ему качели и качайся дома. А конфликт, он обязательно будет разбезбожник и двое. Сатана в том и в другом трудится, он берет ружье, начинает стрелять. А он, когда заходит сюда, вот я пример говорю, в чат рулетки. Если один, можно говорить, почти со всеми. Ну, бывает, заругаются. А двое уже труднее. Этот, который говорит, он все время оглядывается на того. Тот его не осуждает, они друг друга боятся. А если трое, они как бесенята. Они визжат, кричат, ой-ой-ой, хаттабыч там. И вот если которые больше трех, таких у меня уже было, ну, к примеру сказать, 90. Встреч, из них только одна была, которая сели все и стали слушать. Остальные кричат, визжат, не дают, выхватывают. Они бесноватые дети-то. Бесноватые в подлинном смысле. Они все смотрят телевизионные разные передачи. Кроме того, они играют игроманно, настоящие. Я твердо убежден, что это беснование. Я говорил, программисты в большинстве случаев бесноватые. А которые игры играют, все до одного. Вот у нас в церкви, пример. Мы были в деревенстве, в воздух, самый ближайший завод на 150 километров. Да и при том где-то там под ветер, ветер-то дует оттуда. Большое окно, верхняя фрамуга открыта, ласточки залетают. Дверь открытая. Прямо около двери стоят дети. Только батюшка вышел с кадилом. Кубырк, паладин. Мы за руки, за ноги его в лагерной, в лагере, который я начальник детского лагеря. Вытащили там скамейку, положили на нее. Заходят. Надо же. Опрокинулась и сапфира. Ее туда выносят. А этот уже сидит, глазами хлопает. Положили ее рядом. Заходят. Третий хлопнулся. Ну ладно, это упало-то бывает. Там что-то подскользнулся. Но здесь воздух чистый. Дальше. Делается бледное, как простыня, лицо. Он не может так сделать искусственно. Когда вернулись, мы уже в лагерь наш стан православный. Я стал разборку делать. Оказывается, все играют. Играют, и при том яро играют. И отсюда ясное дело беснование. Любое животное, который батюшка ходит настоящий ладом, оно ему приятно. А свинья тоже падает в обморок. Свинья. Я не пробовал, но везде говорят об этом. Но я поверю, это грязная жизнь. И вот они там колготятся. А если бы этих не ходили, те, которые... Ну сколько можно мотать? Надоест же. Вот такого одного игрока, он к нам в лагерь привезли. Зовут его Руслан. А он крещение, говорит, я принял. Меня Андрея звать. А ему уже лет 12. А наверху стоит наша сестренка Фроси. Ну ей тоже примерно столько же было. А качаются огромные высокие качели там у нас. Видели какие? И столик. Они на столик залазят. А веревка тогда на него входит. А на веревке в конце палка такая почти в руку толщина. А она между ног садится. Тарзанка-то и от... И туда, и сюда. Он зашел там от Надежды Васильевны около дома-то. Фроси, отдай мне эту палку-то. И стоит. Она и отпускает. А так как она стоит на столике, а за что привязана наклон, палка полетела. Она летит к нему, он стоит. И она его бьет прямо в лоб. Он падает. Встал. Он не может понять, как она из монитора вылетела. Он знает. Как, говорит, она из монитора-то вылетела. Он везде стреляет, убивает. Он неуязвимый. Он такой шустрый парень-то. Ну и раз за второй раз. И второй раз ему попало уже на следующий день. Он забыл или что? И она опять его уходила этой палкой. Почему? И тогда я включил. Не принимать. Те, которые мощат ТНРС под себя. Те, которые бесноватые бывают припадочные. Значит, он в реке утонет. Вот купаемся где. И тех, которые играют, не стал брать. Это невозможно. Ими руководить нельзя. Он как-то бабушке... Мы это вот терпели до конца. Бабушке звонит. Звонит и говорит. Баба, я научился первое есть. Двенадцать лет. Он даже первое есть не мог. Ну, ладно, у меня такие правила. То есть, самая главная ошибка, что они в Совете Счастивых. Дед точно такой же. Так же материл, что он сознает. И эти... То есть, два демона. И они теперь показали. Они хохочут. Люди не веют и не слышат они здесь. Это демоническое место, где они там играют. Считаем дальше. Но в законе, Господа, закона у них и нет. И по закону не рассуждают. Это я дальше буду по закону говорить. И что дальше? И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. И лист, которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые. Но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Я про суд говорю. Подаст на суд на него где-то, а он на них подаст. И никому не устоять. Ругался, и те ругались, и эти ругались. А он эту не бил, он только поднял. А другой-то припадышный мог ее захлестнуть. Которая там девчонка-то стоит. Один раз оставил домой. Теперь тот успел телефонный... Звонок раздался, он опять сюда едет. И бабка есть, и дед есть. И они его одного не обиходят. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Дали ему собаку, он с ней ходит. Ну, поет там еще. Песня такая есть. Вот и все. У нас никогда это не было. Вот я уже в школе была где, где батюшка. Дальше из деревни выезжать на ту сторону. Там на Рыжковский пруд. Где направо была школа, налево контора. Так я в школу ходил. А кто дальше в магазина был, я никого не знал. А дальше там деревня была, где Рыжковский пруд-то. Мы никогда не ходили туда. В одной деревне живем, и мы не знали, что там дальше делается. Своим табором ребятишек десять. Нам зачем кого-то иметь-то где-то? И мы играем. И сейчас потеряем, а один-то он куда? И вот там, куда, это все ошибка была. И дальше не надо разборки никакой делать. Конфликт на сто процентов запрограммирован сразу. Где бы ты ни был, где бы ты что ни делал, обязательно будет. Поэтому вот я, если народу много, и освобожается место где-то, я никогда не сажусь. Надо тут же вставать. Если не встал, ты плохой. Не надо. У нас интересно, одна же едем, и один студент едет. Он встал так вот, и, бабушка, садитесь. Никто не ожидал реакции. Как она поднялась, и, а ты поразит такой, да какая же тебе бабушка, мне всего 65 лет. Ах ты, гаденыш такой. Что он бабкой назвал, а она с ума сошла. Да там весь вагон, говорит, смеялся. Он стоит, он не знает, чем я виноват. Они за любое зацепятся. Не так посмотрел, не так охнул, не так... Ну, все они не так. И поэтому рассуждать не о чем. Посмотрите, около Надежды Васильевны. Какой мы спорткомплекс устроили? Турники. Лазит такая колесико, оно поднимает, самоподъемник называется. Сам себе садится, как в петлю. Шест. Канаты. Там рукоход. Это гниет. Ставим новые качели. Две большие, которые качаются, двое сидят там. И да, четыре тарзанки. Так это в частном порядке, так это еще и в лагере. Почему я комплексом музей назвал. А тут для себя, для одного они не сделали. Там делать даже нет. У нас вот церковь здесь, вот у нас в ограде церковной. Четыре качели сделали. Ребятишки все время играют. Сколько раз зимой мы делали катушку, и никогда скандала никакого не было. Один раз я решил, соседские ребятишки, ну там они видят на нас, завидуют. Я говорю, ребятишки, заходите, поиграйте тут, покатайтесь. Тут есть на чем садиться, специально такие, как тазики продаются. И он на нем туда-сюда. Я не успел зайти, гляжу, они уже залезли на сарай. На сарай залезли. А на сарай, значит, по ногами прорвана будет крыша. Я едва их выгнал. Наши каждую зиму играют. И я катался здесь и показывал. У меня где-то в Испании, или где сделали так, когда там разные звуки издают-то. И взад пятки, как будто я на горку заезжаю туда-сюда. И все это со смехом. И кто-то хохочет. Вот весело все. Тут батюшка, кажется, катался, и Надежда Васильевна. А тут для своего ребенка, для внук. Ну какой он где-то, его видно, какой он стоит из себя. Не испастился. Он думает, крутой. Ну у этих ребятишек-то тоже кто-то есть. У нас вот ходили на второй мостик раньше мы. А от лагеря идти туда. А тут лог. И по логу-то, видимо, шел СК. Это трактор такой на колесах самый-то. И он, ну глубина, примерно, вот такая вот. И водой залило. Ну я иду с одним разговариваю. Нет, ребятишки разговаривают. А у меня брат, он одним мизинчиком может поднять там двухпудовую гирю. Идут друг другу, нахвалят какие-то братья. Как они друг другу попробуют, тронь меня только. Я обернулся, кто говорит, никого нету. А он споткнулся, а тут осока растет. Вот он упал в эту трошейку с водой-то. И сверху травой закрылся. И нигде нету. Вот и все. И вся хвост толстого маленькая, где-то препятствий. Нас никого нету. То есть это все сатана свел их туда. Не надо туда. Деда наказать надо, в первую очередь, с бабкой. Они спровоцировали. Отпустили туда. Ты видишь, плохие люди, тебе они не нравятся. Зачем ты туда отпустили? До одного. Бабка не хотела посидеть. Качаться-то он долго не будет. Вот у меня, если качается кто-то, а другому охота, он подходит и говорит, я тоже хочу качаться. Значит, после этого тот может 10 раз скачнуться на Тарзанке. 11 раз уже не может. Все, все устранено. Так я начальник. У меня отовсюду, отовсюду ребятишки и неверующие там бывают. И все. 48 лет уже фактически-то. Почти полвека. И ни одного конфликта такого не было. Почему? Правило такое, жаловаться нельзя. Он должен обидевшему сказать, пойдем к воспитателю, и он нас рассудит. А он не идет, тогда можешь прийти сказать. А я, кроме того, когда беру детей, родители расписываются, специальная бумага, я такая-то, в случае нарушения дисциплины, разрешаю наказывать ребенка. Ну и там показано, чем там у меня. Крапива есть, сетка, за столом разговаривает ложкой по лбу. А лапки много разницы нет. Профессор перед ним или академик, он получит по лбу. Дело в том, что за 50 раз никого не стукнул-то. Я только страх держу. Тут исследования были сколько, прокуратура, даже КГБ задействовали. Ну уберите это из устава, что можно наказывать физически. Я говорю, а как тогда я руководить буду? Вот я рассказываю конкретно. Одного такого привезли, но очень шустрый пацан. Он прямо по клумбе, и рядом ворота большие туда где, он туда. Там городки играет, он уже до обеда городки эти в туалет сбросил. Ну и все, там мне сразу сказали. Городки, которые бьют бита, А это сами городки, которые, ну так вот, руку напилить по сантиметрах, по 20. Ну и мать приехала, а мать психиатром работает. Я стал говорить, а он не слушается. А Виктор Николаевич, он здоровый такой. Я говорю, мать, по уставу я должен его наказать. Почему? А он когда стал там делать что-то, и девочку одну толкнул. А так говорит, пойдем к воспитателю. А я не пойду. Я тогда пойду расскажу. А я тебе тогда дам. Она говорит, я и про это расскажу тогда. Она пришла, сказала, сразу в колокол ударили в собрание. Было, было, выявили. Сознал, сознал. Мать стоит. Я говорю, родители никогда не видят, как мы наказываем. Но на этот раз из рамок вон выходящие. И так я хочу наказать присутствие матери. И там, где играет у нас ручной теннис, мать зашла. Стул дали, она села, сидит. Виктор Николаевич его так подмышку взял, прижал. Я не знаю, это может быть ему лет 8 или 9. Такой вот пацан-то. Он как сверчок. Я тогда взял сетку, его сетка. Он верещит. Сердцем матери, клянусь, никогда не буду. Сердцем матери. Ой-ой-ой. А я в это время готовился к операции. У меня на позвоночнике три грыжи. Так его парня-то выправили. У нас последнее наказание на веревочке называется. Веревочка сплетена, ему петля на руку. А другая за воспитателя. Никуда, ни шагу. Ему нельзя. Он с глаз скрывается. Если он кто-то что-то не доел вовремя со всеми, с чашкой с этой ходить до обеда, куда бы ни пошел он с чашкой, купается с чашкой. Я быстро это отучу. Везде наказание. Без этого нельзя никак. Как Соломон говорит, остается без наказания. Хотя он и знает. Он не отстанет раб от этого. И поэтому должно быть адекватное. Лагерь начальника 48 лет. И на должность этого экзекутора никого не мог поставить. Никого. Потому что я должен быть здесь следователем, судьей, прокурором и наказателем. Палачом. Все в одном лице. Так сколько меня исследовали. Детей всех до одного. Кандидат медицинских наук. Тут прокуратура. А серьезно было все. Уголовные дела воздвигли. Все рассмотрели. Ни одного. Но тогда она говорит, ну ты скажи хоть жалобу парню. Вас бьют. Он говорит, нет. Но за проступки нас наказывают. Ребенок. Представляешь как. И все отъехали. Интересно, из КГБ были. И просили. Ну Игнатий Тихонович, ну уберите, что наказание есть. Нет ничего нигде. А прокуратура исследовала чисто условное. Но условное-то условное не совсем. Вот жалоба поступила. Алешка обматерил девочку. Было не было. Сразу колокол. Колокол значит все бегут со всех сторон. Шагом нельзя ходить. Там встали. Так, выходи. Кого он обматерил? Так, было-было. Оба сознались. Итак, заходим в келью. Вот я при всех рукавистах нарываю жгучая крапива. Остальные молятся. Зашли. Я положил второй этаж на уровне примерно вот так вот пояса. Положил. Проведи он не хочет. Я боюсь. Ну, выходи на улицу, боишься. Я тогда голой рукой беру крапиву, выхожу. Алеша, а он слезы пустил. Боишься? Боюсь. Ты покосливый, но трусливый. За тобой кличка такая будет. Смотри. Я беру эту крапиву. Рву ее зубами и бросаю. У меня пузыри на губах. Ребятишки, сколько, живеты захватили. Он, я не боюсь. Ну, пошли тогда обратно. Я крапиву положил, и он должен вот так вот провести. Все. Матерился больше нет. А родители говорят, не матерится. Все время матерился. Не в ту дверь прошел он у меня. Тут он не будет. Мальчик один девочку обозвал вшивой. Она действительно вшивая. Ирина звать, как сейчас помню. Ирочка, одна мать-пьяница. Она с бабкой живет. Сама корову дует. И выходит на трассу Барнолу-Новосибирск. Машины несутся. Продает трехлитровую банку молока, чтобы хлеба купить. Вам, житель. Ее только дернуть за воротник. Ее больше никто никогда не нашел. Бог мило. А там один наш работал в школе. Ее прислали. Ну, она вся обовшившая. Ну, у нас сразу мы ее вывели уже. Часа через два в день не было. А тот парнишка ее и обозвал. Сразу в колокол. Все собрались. Обзывал? Обзывал. Найди у нее его. Сейчас не найдешь, накажу. Ну, что он? Сверху там. Они мертвые все. Нету шеи у ней. Тебе наказание будет такое. С сегодняшнего дня ты будешь играть только с ней. И всюду будешь защищать ее. Ты посмотри, на какая из тебя видно это. Но через 10 лет или меньше ты же винтом вокруг нее будешь ходить. Говорит ты такой. О, наказание-то какое. А тут профессор психологии приехал. Все узнал. И ну, где вот такие способы? Где учились? Я говорю, нигде. Я везде беру самое лучшее. Вот это из Японии взял. Канзио не стонать. Не показывать виду, что больно. Вот это в Новой Зеландии. Вот шепотом не разговаривает. Легли спать. Английское правило. Общежитие. Два раза замечен был после отбоя. Решается право общежития. Вот и все. Я ничего не выдумывал. У меня нет изобретательского таланта. Но послушание я в себе выработал. Мне нравится это. Хорошее. Я взял ее себе. И вот здесь точно так же. Наказать некого. Они мне никто. И он мужик-то, если так рассуждать, раньше так и было. Не поздоровался. В другом шарщину тут у нас был. Он его. Ну-ка иди сюда. Он его подозвал. За ухо его. Итак, я тебя отодрал. Придешь домой, отцу скажешь. Попробуй не скажи. Отец добавит. Добавит. Зачем ты дошел? За нас родители никогда не заступались. Нигде. Но мы, на нас и не жаловались. Но чтобы где-то мы нахулиганили. Или друг на друга в своей семье. Это у нас исключено. Намертво. Нет ничего. Вот брат старший мне шалкушку даст. На пять лет старше. А я рот разину на него смотрю. Он всякую мог делать, игрушку там. Мне лапки такие из березки сделал. А я ничего никогда не умел делать. Не делал я. Я знаю, брат сделает. И поэтому у них здесь никого нет. Ни брата, ни свата. Виноватый дед с папкой. На сто процентов. А те, которые, эти уже уголовники готовы. Их надо сегодня же заниматься с ними. Ко мне в лагерь отправить было. Вот и все разрешение. Другого бы не было. Если бы каждый вот так рассуждал. Достоверял по слову Божию. Вопрос был бы другой. Я в Америке был. Там повезли меня показать скаутские лагеря. Там где. Зашли там показывают. Там ящики стоят до потолка. Это у нас масло. Шоколадное масло. Это такое. Бесплатно дают. Добрые американцы. Бог их и терпит за это. Ну, а я там стал спрашивать, где. А утром гляжу. Флаг поднимают американские. Они на вытяжку перед флагом. Я говорю, а какой сегодня день? Пятница. А почему у вас молочная? У нас нельзя. Если узнают, что дети там постятся, нас сразу закроют. Да зачем он в лагерь нужен? Ваших воспитателей к себе в лагерь я даже не запустил бы. Зачем вы подаетесь-то? Вы где нарушили? Где в Конституции написано, чтобы я нарушал правила свои божественные? Ну, и нету ничего. И стоит дьяка на вытяжку. Не нравится мне это. Мне нравится у нас вот этот бедлам, который везде все валяется. И зато нигде ничего не ищу. Воду там вестилизируют. Купаться в которой. Да мы в какой есть, то и купаемся. Проехали мы в миссионерской поездке. 120 тысяч километров, это три года. Примерно. Везде всякие воды были. Тысяча остановок были. И воду пили везде. Фюрую. Иногда вода была такая, как кофе. Нам говорили, нельзя пить. Тут никто ее не пьет, там покупают. А мы эту пили и варили на ней. Ни один не заболел ни разу. Хоть капельку святой воды. И проспора. Я божественно это... Во мне это крепко сидит. Я каждое утро делаю, что у меня где болит. Протираю глаз, там в уши воткну. Пальцы мокрые. Лоб там бороду протруется. Свято освященной водой. Правильно называть. Крещенская там бывает. Богоявленская. Вот и все. Он им ничего о Боге не сказал. Видно, что не знает. Бритый такой. Здоровый, крепкий мужик. Дед. Не изработался, видно. Начальник, он же говорит, начальник. Ну вот, как дальше-то говорить? Кому говорить? А там бы был, я что-то сказал. Да он бы слушать не стал. Ему главное сейчас, чтобы внук, который пришел, чтобы он здесь необижаемый был. А ты же не знаешь, как он себя ведет. Вот он хочет кащаться. Ну, сказал, а та не сходит. Что дальше делать? Она меньше его, он ее шибет оттуда. И внука-то он воспитывает. Дед приедет. А на дедовсе она найдется управа. Один там брат гирю поднимает мизинцем двухпудовую. Вот и все. А мой брат-ка вроде трактор поднимает. Ну вот я и хотел это видео найти его и ему отправить. Отправьте. На меня пускай выходят. 10 июня я буду принимать лагерь в новом формате. Теперь мы в домах с дедом. Если он желает приехать, может на меня выйдет по скайпу. Я могу разрешить приехать, скажу. Какая цена? Я написал сегодня вам от нуля до 7 тысяч. От нуля. То есть бедные, как дроботы, 4 человека. Я их каждый год брал. Умножь на 10 лет. И не рубля. Кроме того, зиму еще снабжаю продуктами, да которые не имеют что-то материи купленное есть или дарственное. Щьют их рубашки, там платья. И бывает на дорогу деньги собираем, чтобы билет отправить. Ну это так редко, но было. Вот так. Я согласен, если на него выйдете, деда это вызовете. Ну а тех-то там никого не видно. Кому подходить. Но только правила наши заранее распишутся. Я работаю все с прицелом на будущее, на суд Божий. Как я представлю. Поэтому у меня нет ни одного вопроса, чтобы я делал в приглядку. Нравится или не нравится кому-то. Интересно, когда у меня у батюшки за столом будем сидеть. Архиерей, стены-то вот так сходятся. И столы, и два стола так вот. И самый угол, где там иконы, там архиерей сидит. А я первый уже все это поем. И сразу напротив подойду и стою. А там уже толкают. Стоит уже, ждет Игнатия. Я говорю, Владыка, благословите. Бог благословит. Я не слышу, а он говорит. Ну сейчас, говорит, нам всем достанется. А больше всего мне. Митрополит. А больше всего мне. До того слышно. Ну и правда. Я когда после начинаю смотреть. Ну есть за что. Быть другом или врагом. Ну вот еще там. Если бы я там в тот момент был где-то, я бы постарался не вмешиваться. Не говорить ничего. Помолился бы и отошел. Если бы он в стороне был бы, то бы стал говорить, чтобы... Он может воскипеть. При внуке там авторитет его подрывают. А этого не должно быть. Не надо, как вот сейчас есть. Ставишь ролик. Мне один раз предупреждение вынесли. Выводят быка, можно. Привязали, можно. Дальше обдирают, можно. Но момент, когда колет, нельзя. Я все снял одним роликом. Андрей продает быка. К нему приехали. Не ворован, они еще. Нельзя. Вот курица бегает, поймали. У нас делать можно. Голову отрубил. Вот этот момент. Топор опустил и когда. Махнуть тоже можно. Но когда отрубает голову, голова этого нельзя делать. Нельзя. И мне вот предупреждение сделали даже. Было. Я ничего не понял даже. А Авраам, когда приносил барана, что? Исаак, закрой глаза, отойди в сторону. Да, в Израиле это приносили. 120 тысяч овец только за один раз. 20 тысяч быков. Это надо было их валить, резать. Электричество-то не было убивать. Да и только тут где. И дети малые все знали. Тем более миллионы горлиц в жертву приносили. Это обман. Наоборот, нужно думать о смерти. Видеть. Бог это дал. Тебе жалко, не жалко, но должен смирить себя. Потому что Бог дал. Я когда сбросил в нашу группу фотографии вот этих. Того, что произошло в Казани. Мне там написали люди, говорят, зачем ты это сбрашиваешь? Тут дети. Тут и... Ну, зачем это им нужно? Видеть там мозги. Ну, видно там, что... Я так и сказал, ну а что, пусть видят. Реальность-то. Я ничего не придумал. Снимки выставлены. Я снимок взял и показал. А вы как думали? Что они лежат в чистых рубашках? Что они отвечали, когда он зашел? Что кричали? Чем они до этого занимались? Какие разговоры были? Это все за кадром. Ну, были ли там верующие? Я тоже не знаю. Знали ли Христа хоть один? Не знаю. Но сказать я должен. Без этого умирающая душа идет по мытарствам в ужасных условиях. И может даже без мытарств в ад пойдет. А то, что все-таки насильственной смертью, это все-таки делает какое-то либо для человека, для души? Ну, все-таки у него жизнь-то прервалась. Насильство. Прервалась, и что? Вышел ангел, махнул мечом. Сто восемьдесят пять тысяч синахи Рима. Приехал, пришел раб Сак. И что, им льгота за это? Наоборот, похвала. Господь везде трупом, небесным птицам отдам на съедение. Там семь месяцев будут искать кости ваши, чтобы землю осищить нестоту. Никакого облегчения нет, как первый день Пасхи или второй. Не имеет значения. Имеет значение, был ты со Христом или нет. Дух Божий с тобой был или нет. Мне кажется, вот есть облегчение в том смысле, что больше не нагрешит. То есть так бы он больше нагрешил, а тут прервалось на том, когда... Вот в этом. Вот все будет спрашиваться. Я уже в этом деле исполнил полную чашу. Они же там что попало делают. Я вспоминаю, там письмо писал Достоевский Федор Михайлович. Десятилетние и уже развратные точки. Десятилетние на фабрике и уже развратные. А сегодня они не десятилетние. Восьмилетние уже. И все из-за изнасилования. Судить нельзя. А в Израиле его сразу казнят и все. Израильский закон это. А здесь маньяков выпускают. Он там восьмерых изнахратил, задавил. Отсидел 25 лет или сколько. Выпустили опять. А другой два часа не прошло, он опять изнасиловал. Только освободили. Это только так. Самосуд. Здесь дед виноват. Зачем отпускаешь одного внука без присмотра? Где родители? Там ничего не говорится. Вот я больше ничего не могу сказать. Кроме того, что не ходи на совет нечестивых. На пути грешных не стой. Но в законе Господа воля его. И поэтому у нас в уставе оговорено. Детей никуда от них не отсылать. Даже во время богослужения потянуло его на улицу выйти. С ним кто-то должен выйти. В туалет там сходить или что-то. Тогда потом я сделал замещание. Почему перед самым богослужением не сводили? Да он не просился. Ты обязан сводить. Ребенок не знает, когда потребуется. Но это беспечность наша. И спрашивают-то, как Ненецкого. Говорят, от блуда в седьмом колене, как антихрист. О нравственности речи никакой нет. Вот здесь я смотрю в рулетке. Но один блуд. Я мусульманин. Сам матерится. Курит. Считать нельзя. Я показываю Коран. Нельзя считать только по-арабски. Я говорю, а когда ты его учить будешь? Сейчас некогда. Тридцать три года. Еще не считал. И считать нельзя. Ну, тут уж. У нас хоть по-сторковному славянски. Какие-то слова уловишь. А там ни одного слова не знают. Ни одного. Даже буквы эти, как сложить, не знают. Эти червяки. Ну, все понятно, Игнать Тихонович. Благодарю. Так я, в принципе, и думал. Да. Что так отведите. В прошлый раз как-то говорили. Даже как-то недавно было там. Я сейчас скажу, кто он такой. О нем речь там поставили в фильм. Так Эдельштейна. Георгия. Эдельштейна. Поставили в фильм. Собираются. Спрашивают меня. И большой такой. Я все просмотрел. Там он тоже сидит. И о нем отзываются как-то другое. Он Бога не знает. А он священником служит. Эдельштейн. И он нигде о проповеди не говорит ни слова. Благовестия нет. Главное, это смирение и тихо. И не тронуть. Не обречить ничего. А все остальное не имеет смысла. Да, он кротко смиренно. Никого не тронул. То есть все пресное. Соли нету. Никого не спасет. А кого он может спасти? И там, которые вспоминают, собрались. А подряд сидят все без головного убора. Женщины стоят там, мужчины бритые. Ну и все такое. День. Ну он, кажется, старше меня. Года на три. Ну я понимаю, кто там Атоя Эдельштейн, его нация. Все указывается. Угу. Вот самое интересное. Они, кто, я заметил, кроткие и смиренные. Все вот это учение продвигает. Они действительно могут быть и такие кроткие, смиренные. Но как только коснется, что кто-то учит, что надо благовествовать, проповедовать, они сразу теряют кроты свое и смирение. Они прям нападают. Да, я знаю. У нас было такое. И нападают очень серьезно. Вот сейчас меня-то спрашивают. Ну а почему вот этот такой-то, такой-то, там тот, там Навальный нападает, а этот дошковный? Это из одного кошеля вывалили с Дворкиным. Им разницы никакой нету. Тому Навальному, там этому. Разницы никакой нету. Кого кусать? Ему сказали, он получает, он кормится. От этого у него дом, достояние. Он даже не спрашивает, какой этот враг, который ему врагом якобы является. Но он знает, враждебно-враждебно, он сразу ковыряет, кто что сказал плохого. Он сам-то ничего, ни одного слова сказать не может. Был бы здесь, что-то смотрел, он бы сказал, вот, как этот, чем я занимаюсь, как митрополит. Этот нет. Он сразу бросается, и все. Эти люди подлые. Безнравственные. У них ничего нет. Они паразитический образ жизни ведут. И у него за тебя не бойся, Путина, давай, где у него дальше за тебя там вся заграница будет. И он рот разлинул. А теперь-то уже там и болею, и не могу. Фу, срамота. Даже смотреть мне противно. Его не трогают. Он не на работе. Норма с него не требуется. И он там стонет и стонет. И вращая на дне того, а свободы дайте профессора. Гниль проклятая. А почему? Злословят власти. Злословят все, что свято. Они ничего не значат. У нас потеряю, как я говорю, в Барнауле был один Рыжков. Фамилия его Владимир. Мать сама партийный деятель. Где-то она сына так пристроила. Он в депутатах был. А когда оттуда-то его вышел, ни за чем не обращайся, ничего не сделает. Я один раз обратился по лагерю, он вообще отсутствует. И все это из себя такое. Он такие предложения делает. Все знает. Ну и когда не выбрали, в следующий раз-то. А мне звонят тут, когда. А вы не проголосуете за него? Я говорю, мне руки поганить неохота, а об обмылки банные. Они ничего не значат. Взять нельзя. Он разложившийся весь. Его не выбрали. Так он к Немцову Борису пристал. А Борис это сдуло. И он исчез. Нигде его нету. Они умереть-то не могут по-достойному. До конца блудят, воруют, жрут в три глотки. Но если бы ему сказали, ты вот этого задави, ну только чтобы мы замажем тебя, не попадешься. Он сделает это. Они ни перед чем не останавливаются, эти негодяи. А вот он ехал. Он ехал сюда, чтобы здесь быть претендентом. Куда? На престол царя. Это враг номер один для Путина. Да для Путина ты мошкара. Как говорится, гнида. Как на этого сказали. Ничего нету. Поплясали, поплясали перед тюрьмой. А теперь его во Владимирскую область осунули. А теперь надо будет, у него в Якус загонят. Власть-то там. Ну и все. Где этот шаман Александр, который шел сюда выгонять? Нету. Где этот Виссарион? Нету. Нету. Сидят под почеками. Где этот Романов Николай, Игумен Сергей. Нету. Ну, следующий. Выходи. Там приехали сколько машин, когда из монастыря-то этих провожали. И культурно все. Двери выпилили все. Они могли постучать. Зачем стучать? Это значит от независимого. Они показали независимое. Мы можем в стенах дыру проделать, туда пролезем. И вышвырнем оттуда. Они даже это не могут рассудить. А там было много людей. Ни одного нету. Забирают, никого нету. А почему? А приехали машины уже за вами. Тем более люди, которые были отсидевшие сроки. Там наркоманы. Вот его Сергей. Игумена-то. Фальшивого. И нет никого. А который там Квачков приходил. Квачков уже побывал там в тюрьме. Побывал в лагере. Приезжал вроде с автоматом. Нету никого нигде. Ни одного. Это все обман. Не надейтесь на сына человеческие. В них же нет спасения. А что нужно делать? Ну, я программу выставлял. Деятельную программу. Не надо было ссориться ни с своим митрополитом, ни с патриархом, ни с Путиным, ни с кем. Ни с евреями тем более. А благословлять племя это Авраамова. Как Иговей говорит, 12 глава 3 стих. Бытие. И тогда все будет по-другому. Не бояться. Никого не бояться. Никаких вирусов. Бояться единого Бога. Который мне дал жизнь. Чтобы я отобразил ее образ в себе. Своей жизни. Все на этом. Да. Ну, спаси Христос, Игнатий Иванович. Все понятно. Никогда никаким месторожникам, брат, не присоединяй голоса. Нет, никаких. Они... У них ничего нету. А сказали им. Он видел эту дачу. Он строил ее. Он царь. У него и деньги есть. Как? Неужели он должен жить, как я живу? С него-то это не требуется. А у царей какие были, которых церковь признала царями. Они ночью только, так сказать, деревья надевали. Да кто это видел-то? Он царь. Конечно. Первый мятежник – это сатана. Да, на небе поднял мятеж и сброшен голубь. Они очень плохие все люди. Все очень плохие люди. Так, тихо. Весь я стал. Слышно, нет? Подожди. Слышно, да? Слышу голубь. А я целый день при этой музыке сижу. Мне нельзя быть другим. Мятеж, вот что касается мятежа, это у меня как вмонтировано. Как-то Бог так сделал. Никогда я ни на что это не покупался. Это вообще. Я знаю, какие они люди все плохие. Все собираются, как на подбор. Самых худших туда отбираются. Худшие. Ничего они создать, они не могут никогда. Ничего нет. Они больше нигде, которые мятежники, они нигде не видно. И чтобы он там что-то работал, делал, сажал, выращивал. Ничего нигде нет. Нету. А к чему же он зовет? Граб награбленная. Да это проходили уже. Вот он-то и делал. Вот Путин ругают, да? Путину-то уже лет-то ему много. Ему уже там под 70, по-моему, даже может быть. Да. Да. Ему много лет. И он говорит, вот он обворовался, заворовал. Ну, я вот уверен, что он ничего не воровал. Ну, сам по себе. Уверен я просто, что ему это не надо воровать. Он, видно, что он как раз-таки патриот. Он, то есть, как он понимает это, вот по-советскому, вот по тому, вот это, как его в КГБ научили, как по-безбожному. По-безбожному он все, как бы, для своей страны хочет делать. Хочет и делает, насколько может. Ну, сказать, что он там обворовывает что-то, ну, это вообще. Зачем ему, у него уже смерть скоро. Он, ну, ему не нужно это ничего, на самом деле. Зачем ему это? Когда Хрущеву там брали интервью, сказали, а вы это не обманывайте. Он говорит, мне скоро на суд, Боже, идти. Откуда у него эти слова вырвались? И поэтому можете отбросить шеалгу. Знает, за что. Интересно, Георгий Константинович Жуков очень не хотел, чтобы его в крематории сожгли. И ничего не мог сделать. Правительство приняло решение. Пришли, труп забрали, не стали даже разговаривать. Тем более в больнице был. И сожгли, и урну. Сколько от его рук погибло, невинных людей. Все, думаешь, вот и все. И чем кончилось, пища у одной. Да. Ну, все, если вопросов нету. Все. Да. Все. Спаси Христос. Аллилуйя. Молимся о путешествующих с Вячеславом. Так уже идет. Путешествующие с Вячеславом, чтобы все Бог устроил как надо. Да. Набираю, узнавай. Там, который в нашем чате, кто хотел, скажи, день открытых дверей. Набираю, набираю. Может быть, у нас больше встречи никакой не будет. Опять закроют все это. Наденут по три на морденько. Ну, вот смотрите, Игнат Тихонович. Допустим, люди, которые за границей, им, чтобы сюда прилететь, нужно теперь тест сдавать. Тест. И вот, Аня, вот как вы считаете, может ли человек ради того, чтобы прийти и креститься, сдать тест? Трудный вопрос. Христиане, первое, это покупали откупную. Они платили деньги, им делали, будто бы они жертву идолу приносили и все. И церковь не осудила их за это. Не осудила. Им давали справку эти, которые руководили жертвоприношениями. Ну, церковь не осудила-то, да. Ну, как-то это... Ну, а допустим, человек, ну, может кровь сдать на антитела. Это же тоже можно. Я, конечно, это тоже, меня это все настолько паршиво. Это сразу они скажут. Когда так вот, меня они не знают, я больной или не больной. А тут они сразу по-своему могут сделать и сказать, да взяли, иди проверяй. Как у меня на кухне там брали. Она берет на анализ пробирку, там, молоко, там, суп, борщ. И вот так вот берет палочкой. А палочка, где она вмотала, там, ватка-то, и потом за ухом щитонья зачесалась. А который врач звонит, что она делает? Так кто же теперь это будет рассматривать? Ну, они нашли все, все у нас есть. Какая-то палочка найдена. Какая палочка? От кого она такая? Лошадь на берегу стоит, там, метров пятьдесят в стороне. Но она же оправляется еще на реку. Ну, где она, куда она в реку-то пойдет? И реки-то нету. А то у нас, где купаемся, где крещение было-то. А из бани там, в конце была банька, вода вытекала и мыло. А мыло-то в реку... Ну, мыло-то стекает. Да ну, размер-то озера-то какая миллионная доля. А когда этим мылом мылись-то, прям мылом шоркали себя-то, чего вы дурите-то? И все это у меня, вот, для слова Божия нет уст, там все это описано, как к нам придирались. Ко всему, абсолютно. Показать, что нельзя купаться, нельзя воду пить, нельзя молоко брать, ну и проще нельзя. А мы всем этим пользовались. Главный результат такой, как до опыта делают. Я живой и не болею. А вы больные на таблетках? Да, все больные, а теперь, вот, я сейчас не могу сказать точно, в Финляндии или в Дании там было два брата попали за убийство. А в это время должны были решить, чай или кофе пить. А они молодые, их в разные камеры, и одному только чай, другому кофе. И кто раньше умрет, значит, тогда нам это не надо. И они живут 50 лет, 70 лет, все живут, и все, эксперимент идет. Главное, двойняшки, одинаково все у них. И теперь, ну, один умер на день раньше. И поэтому предпочтение отдано было чаю, а не кофе. Довольно такой открытый был процесс-то. И люди ждали, ну, кто же раньше-то умрет. А пища совершенно одинаковая, чтобы было все одинаковое. А надо еще, мне кажется, добавить, чтобы третий, чтобы вообще не пьет ни чай, ни кофе, только воду. Такого нету, тройняшки редкие. Это, главное, двойняшки. Ну, да. Потому что, мне кажется, что и чай, и кофе сокращают жизнь. Мне так кажется. Я вроде не верну никогда. Это я объявил их какао, а то объявил наркотикам, и все на этом. Все, отхожу, с Богом. С Богом. Ждем. С Богом.